вот сегодня у нас что 13 июня 2023 года вторник и вот здесь на саманном воде мотоблок его это вот как арбузы чтобы меньше поливать было там ярмолин иван приехал павлович селится домик один ушел нападает на меня за то что люди выезжали и домик это бросает там пьянствовал или что-то а вы перекупили но почему ты не перекупил они не добавляются а потом я их не продаю а вот приезжают люди я им дарю хочу от зависти лопаются больше ничего нельзя сказать как так ну а вот у вас только здесь будет столько люди одного евангелия не имеют у меня сразу 5000 и что говорить об этом вот владимир александр спашин как видите это где ну а тут тамагорица лагерный �рус Там он взял кровь в сторону, в сторону. Иван. А теперь здесь вот брюфляюще. И день год корня. Крактор каждый год минимальный, а сейчас нет. Ну, на той стороне я показываю Иван. Это Андрея Устинова, дочери, в телесоюзе он женился. Хороший мой муж. Был парень, он брал лагерь именно на загор. Лучшие характеристики у него. Ее бы еще не сделали, он уже тут. Надо на готовую еду размешать, он уже первый. Надежда с ним стирает, он уже стоит в стиральной машине, он уже сам стирает. Ну, что бы не делал. Вот такой мост он и детям заботит. И вот переехал туда, где отец потерялся. Ну, вот все же там, дождя сидел уже. И вот это мясо-то, сколько летит 20, по вкусу, что ли? Ну, сколько? Ну, вот он. Польщик убирает дерево, выкапывает корни дерево. Не так я не видел, но так обычно делают. Ну, и все. Это шевать будем. Воровать среди привык людей. А у нас нет этого. Сколько у нас. Бензин. Привез арбузную. Привез, я говорю, арбузную рассаду. Так, тут что моя работа? Что-то потаскать или лунки делать? Надо еще пленку сделать. Ну, значит еще я не знаю. Сейчас пленку еще будем делать. Ну, давай. Матушка пришла, болящая, полумертвая. Все, вызрала, считай. Сколько-то. Это батюшкина матушка. Вот так. Он ее тащит. Шланг. Давай посмотрим, как она будет. Видишь, как сколько много. Огород вон где заканчивается. А было в эти кусты, так еще дальше, вон до сушняка. Все это работа, все это. Вот тут. Красота. Как говорят, лепота. А теперь что, ничего не делает, так и слепота. Всякая птица. Насекомые. А вот комары там задают. Вот ни один не помер от комаров. Никак. Березок вот много было. Бобры свалили. Все свалили. И на бревнышке зубами истощит и утащит. Вот как ему дано. Ну, а коршун летает. Ну, барана он у него тащит. Это лев. А он только ищет, где дохлая кошка, крыса. И вот с высоты он ищет еду своим детям. Это и погони кормят их. Почему? Коршуна есть нельзя. Это яд у него. Ну, мы считаем одиннадцатую голову левит. Много об этом говорит. Все пока. Вот какую Володя раскатывает. Вон там видно. Это все пропадет сейчас. Мне жалко уже заранее. Он прорезает, он как прошлый год было. В дырке. Чтобы не уходило. Никто раньше и не делал. Салапана не было. А это кто-то показал вот такой. Неужели это единственный способ? Арбузы садить и разматывать рулоны. Ну как. Нож взял. Узнаешь сколько стоит и арбуз в горле застрянет. Видишь в руках у него нож. Он и пластает. Это 13 июня делается. 13 июня 2023 года. Это вторник. Вон как повел. Не знаю почему так жалко. На один раз. На следующий год уже не нужно рвать это. Не знаю. Я бы этого делать не стал. Только скажу. Без арбузов прожил. Огурсы. Дыни. Все нормально. Растут помидоры. А здесь. Сейчас. Тащить надо говорить. Пленку. Разрезать пришлось. Матушка говорит. И когда так не делала. Мне тоже жалко. 26 метров. Пополам ее разрезали. Вон она идет куда. Это делается из-за того, что сейчас у нас засушливые годы. Это делается из-за того, что у нас сейчас засушливые годы. Я это слышал. Да. Слышал все равно. У Людмилы Ильичук там тоже под пленку сделано. Я ничего. Я просто говорю. Никогда раньше этого не видал. Да, да. У вас раньше много дождей. Вот еще там. Матушка все так копается и копается. Все как надо. Деревня. Все надежды. Поспевают. Вот как. Я тоже вот в эту сторону я иду копаю. А тут он прошел. Прорыхлил. А арбузы как-то применяли что-то? Какие-то. Амиказы. Ничего. Ничего, да? Мотоблоком. Посадили в полях и все. Сейчас я пошел дальше уже. А дальше там воду качают оттуда. Камагориха. Лагерный пруд называется. Госпожа Людмила. Добрый день. Я сейчас говорю, гимнастикой занимался. Второй день здесь и забыл про гимнастику. Гимнастика не нужна здесь. Все время. Я говорю, ты тоже недавно пришла. Тут тебе и воздух чистый, и вода, и облака, и птички. Все. Помоги тебе, Господи. Аллилуйя. Аллилуйя. Это Людмила. Она матушка тоже. Дьякон, муж ее. Володя тут копает. Присыпать. Вот присыпать. Кошек побил у нас один человек. А где? Да я их присыпал землей. А сам уехал. Оставил их в комнате запертыми. Приехал через месяц. Ну еще они дохлые. Уже моль съела. Любимых кошек. У меня две были белые. А что сделаешь? Еще сеешь, то и жнешь. Мы распланились с Людой друг другу. Ой. Давайте. Видишь, какой это коровник построен. У нас в колхозе таких не было. Плохо в Потеряевке жить. Плохо. А смотришь, крыши какие перекрыли. Неплохо. Хорошо. Вот новый человек стоит. Все, готовит землю, корчует. Экскаватор заказывает. В общем, он дешевле. Причина одна. Это говорит, что небогатый человек-то. Отец, он не правда священник, но на него прежний епископ Максим. Он снял с него грязку, магнитофон, крест и уехал в Дмитриев. Где-то в Ельце. И не отдал ничего. Бесправные священники. В суд подать нельзя. Мирской. А божественного, религиозного или церковного суда не было с 70 с лишним лет. Да как? Да никак. Беспредел. Я с отцом Павловым у меня жил на квартире. И все. И Санта оставила. А он пошел работать таксистом. Потом золотопромышленные компании государственные. И вдруг ахнули его, убрали. А вел бы себя по-другому-то. А прислали здесь Иванников. Епископ. Так он епископом неделю был, не был. Архиепископ, видимо. И к утру уже митрополит. Вот могу сказать, кто не знает. Алтайский край. Вот. А почему он так? Он приехал тут. Все отношения с властью. Все было нарушено. Прежде. Ну, не скрывать просто так. А его откуда-то взяли. Он много лет работал в Иерусалиме, в Югославии, кажется. Чехословакии или Эстонии. Может, что-то ошибаюсь, но везде у него награды отпрытили. Ну, может быть, что-то где-то, говорит, слишком угождал. Я ничего не могу сказать, кроме нам Бог дал его. Владыка Сергий. Он не просто, а отец родной. Его, как вспомнишь, так только одно, Господи, как-то слышали, что опять это сильно неладно. Его, как модули этого у одного вояки направляли везде. Он пожарный назывался. Вот так и этот. И мы написали Патриарху, и все как есть, и чтобы не трогали его от нас. Ну, разве же можно? Его не трогают пока. Может быть, Патриарх-то и прислушался. О Патриархе мы молимся каждый день. Нас обвиняют, что мы молимся за Франциска, старообязческого Корнилия. Мы за всех молимся, а уж как Господь Бог примет. Вот так. Вроде присыпает. Я знаю, вот которые против были, чтобы снимали. И против. Ну, просто как опыт имею. Они многое теряют. Очень многое. Завтрашний день опыт никому передает, не передает. А мы, кто бы не пришел, журналисты, говорим, снимайте. Только во время уже литургии нельзя. Как скажут, соглашенные идите-то, так и выйдите. А потом скажут, с миром мы зайдем-то, зайдете. Такие кадры. Здесь приезжал к нам один. Фотограф. Ну, он таким как фотоаппарат, серебряный. Ну, и какие-то там епископы. А он прямо в патриарх службу ведет. И он снимает. И заворчали. А Владыка услышал патриарха Алексея Второй. Говорит, не трогайте. Это наша история. Ну, понимаете. Другой раз слышишь. Патриарх Кирилл, да он такой с собакой. Вечером где-то там вроде пробежку делал. Ты говорю, наоборот, это близко так. Я люблю собак. Потому что ничто человеческое. Разве он что-то согрешил этим или как. Он именно показал себя, что здоровье ценит свое. Провел где-то на свежем воздухе. Вот так вы еще за патриарха заступаетесь. Ну, потому что я похож чем-то на него. Тоже пробежку делал с собакой. Мне это дорого такое, когда говорят. Мне нравится, когда люди, призванные спасать других, а не проповедуют что-то. Вот это уже мне не подходит. А вот это оборчание на вышестоящие. Зачем же это нужно-то? Еще этого не надо. Вот Володенька там копают сколько уже. А я только стою и рассказываю как. Без вас было бы сложнее. Тебе, которых ты вот сейчас привез эту рассаду, хватит здесь или надо будет еще? Не знаю, посмотрим. Мне надо съездить к Елене. Отпустишь меня? Да. Я сейчас мотану туда. Надо, чтобы она созвонилась. Так, все. Так, все. Субтитры сделал DimaTorzok.